И есть надежда, что все-таки мы, может быть не мы лично, а наши дети, внуки будут жить уже без политической власти над ними. У меня надежда на то, что государство, особенно государство всеобщее благосостояние, это все-таки такое современное явление, да, там сто лет и даже там, ну да, уже сто лет можно сказать. Поэтому у человечества история там миллионы лет, но даже если возьмем с христианства, то там две тысячи лет, да, то есть сто лет это вообще капля в море. И за это время огромное количество не только государств, но даже так называемых общественно-экономических формаций сменилось. И причем чем дальше, чем дальше развивается история, тем смена этих информаций государств происходит все быстрее и быстрее, чаще и чаще. Поэтому если посмотреть философски, опять же, с философской точки зрения, то можно надеяться, что и вот такое явление, как государство, оно тоже скоро отойдет в небытие. У меня такое мнение. Ну и причем это можно даже наблюдать, ну подтверждается наблюдениями на практике, потому что государство, мы знаем, что оно просто держится на мировосприятии людей, то есть содержится в голове людей. Если люди посчитают, что государство это не то, что что-то даже плохое, а то, что им не нужно, никакой пользы от этого нет, то государство сразу исчезнет. То есть, ну представьте, что все люди в Украине будут считать государство, что это такое, зачем это нужно, глупость какая-то. У нас тут, мы и так друг с другом нормально взаимодействуем, оно только все ухудшает. Представьте, что все люди так считают, никакого государства нет, все. То есть, если даже кто-то попытается что-то там навязывать, все будут относиться это просто как к какой-то банде, причем она будет немногочисленна. То есть сейчас все эти силовые ведомства, организации, они вроде бы многочисленны, но только потому, что они знают, что люди это поддерживают. Тут часто там до войны, когда там опубликовали, особенно когда так называемая новая полиция, там патрульная появилась, часто были такие ролики, когда патрульная полиция там над кем-то издевается, ну оставила какого-то водителя, вытащила из машины, там выламывает руки-ноги, там об асфальт вытирает лицом и так далее. Ну то есть явно там нарушает все даже собственные государственные законы и причем остановила за какую-то глупость, даже вообще человек ничего не нарушил и так далее. И стоит, ну то есть вот это два полицейских этим занимаются. Ну во-первых, почему, а вокруг стоит там, не знаю, там 50 человек и говорят, ой ребята, мальчики, зачем вы это делаете, вы же должны защищать нас, а зачем вы это, мальчики, там перестаньте. То есть, во-первых, сам, кого полицейские там издеваются на которым, он считает, что они имеют на это право, да, они там чего-то нарушают, там он ничего не совершал, но он относится к тому, как они в принципе имеют право на это делать. Хотелось бы, чтобы не делали таким образом, да, но в принципе они же власть, они полиция, имеют право делать. Народ вокруг тоже считает, что ну в принципе, если они хотят, они это могут делать, ну хотя бы это, как бы вроде бы это не совсем правильно. И вот эти два человека в окружении там 50-100 человек издеваются над человеком только потому, что все люди считают, что государство имеет на это право. Даже если оно тут ошибается, то в принципе оно в целом необходимо, поэтому на это можно закрыть глаза, и то есть поэтому происходит. А теперь представьте, что 50 или 100 человек вокруг, и какие-то два человека бьют еще одного. Ну, то есть если относиться к этому как к разбою, к бандитизму, то этих двух человек разорвут просто тут же. Более того, эти два человека не будут этим заниматься в принципе, потому что они знают, что если они начнут этим заниматься, люди их просто разорвут. Не говоря уже о том, что если мы говорим, что никто не запрещает людям иметь оружие, кто считает, что ему это нужно там и может себе позволить и так далее. То есть этого просто не будет происходить. Это вот как яркий пример той же с Молдовой, когда у них там не помню уже там 30 или 20 лет назад, когда разрешили огнестрельное оружие, там пистолеты даже и так далее. То это явно было, это постоянно было там во всех информационных сообщениях, что вот как только разрешили людям носить пистолеты с собой, уровень преступности упал в разы. То есть буквально, то есть даже драки в баре просто прекратились. Да почему? Да потому что раньше кто посильнее, ну посчитал там слабому можно морду набить или если там несколько их человек и так далее. Ну просто или в пьяном угаре там или там молодежный там как это там зашкаливает у него там гормоны и так далее. Это было нормально. А теперь когда каждый понимает, что ну в принципе в баре никто не запрещал людям пистолеты с собой, возможно у кого-то есть пистолет. То есть это не значит, что у всех есть, но у кого-то может быть. И поэтому зачем это делать? То есть можно шпулю получить. Да, с кем будут потом разбираться, там может быть там еще и посадят или еще что-то, но тебе тоже будет все равно. То есть само осознание, что у людей вокруг может быть оружие, не то что знание, что есть, а что может быть оружие, уже прекращает сразу агрессию. То есть имеется в виду, конечно, человек устроен так, что всегда будут преступники, там хулиганы и так далее. Но раз мотивации меньше становится, то и таких людей меньше становится. Как минимум у них там мотивации меньше становится, да, там или желание этим заниматься, да, даже если внутри такой агрессор. Поэтому вот это мы наблюдаем. То есть эти полицейские не издевались бы над людьми, если бы они знали, что все будут относиться к ним как к преступникам. Когда сообщение где-то в полицейском в районном отделении над кем-то издевались или убили, или покалечили, или изнасиловали. То есть даже этого не происходило, потому что они бы понимали, что люди будут относиться к ним как к преступникам. Как к бандитам и просто разорвут там родственники, знакомые и так далее. А так люди относятся, да, они там изнасиловали кого-то в отделении полиции. Но в принципе это же власть, поэтому они как бы на это были там, они это могут делать. Да, это плохо и именно этих конкретных людей нужно наказать. Но в принципе это как мы без них, без этого все обойдемся. И люди закрывают глаза. Поэтому, да, и к чему я это веду? Ну а сейчас мы просто видим вот просто на глазах, то есть с каждым годом людей, которые осознают там бесполезность, вредность политической власти и наличие чиновников, становится все больше и больше и больше. То есть даже из этого можем сделать вывод, что когда-то, ну когда это будет, не знаю, хотелось бы через год, но может быть там через 10 лет, через 50, через 100, не знаю, через 200 может быть лет. То есть если есть эта тенденция, то когда-то критическая масса людей, которые понимают, что государство им не нужно, политики и чиновники только ухудшают их жизнь, наберется какая-то критическая масса и ситуация сменится сама по себе. Я не устану повторять вот этот пример, который я всегда привожу, когда в начале 90-х уголовная ответственность за владение иностранной валютой, не говоря уже, что там меняться, торговать и так далее. А люди просто, то есть набралась критическая масса, которые поняли, что без этого просто они тут с голода могут в принципе умереть, да, их жизнь вообще кардинально ухудшится. Они просто наплевали на этот запрет и стали использовать иностранную валюту в своей жизни. И все, собственно, это государственное регулирование отошло на нет. И это, кстати, самое, если это можно назвать реформой, это оказалось одной из самых долгоиграющих и стабильных реформ, которая произошла. То есть, когда люди сами к этому пришли, вот сейчас мы можем пользоваться иностранной валютой. То есть, само собой разумеющейся, да. Я всегда говорю, если бы тогда был какой-то правительственный указ, что вот с сегодняшнего дня можно пользоваться иностранной валютой, и люди поэтому бы начали пользоваться, то потом бы появился государственный указ, который очередной раз запретил бы это делать, и люди бы перестали им пользоваться. Потому что раз государство запретило, государство разрешило, то так и будет. А вот если люди уже сами пришли к такому образу жизни, то тут запретить уже проблематично, как бы государство это сделать не хотело. Поэтому, я говорю, если мы наблюдаем, что больше людей начинают понимать и разбираться в общественных отношениях, в роли государства, в жизни людей, то значит наберется какая-то критическая масса через какое-то время. И есть надежда, что все-таки мы, ну может быть не мы лично, а наши дети, внуки будут жить уже без политической власти над ними. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!